Итак, привет всех соседей по палате, мы продолжаем играть в Казаршизу, а если вы еще не подписаны, конечно же подписывайтесь Ну а у нас по плану объявление войны с синдикатом и сразу после этого, в принципе, одновременно объявление войны Вот этим ребятам давайте сразу вот так, как минимум, уже сделаем, вступим в войну сразу Я просто военную экономику нажал, я заметил, что я ее не нажал в свой момент Стоило бы это сделать, и как только можем вот сюда вот обить войну, то уже объявим В принципе, вообще, вроде вот эти ребята неплохо держатся, да, они здесь вроде запушили куда-то, здесь вроде запушили Единственное, они пошли по плану реформ Крейга, а видите, здесь, ну не такие уж-то и сильные бафы, объективно говоря Да, планирование неплохо, но фишка в том, что у Макартура еще сильнее план Вы-то должны помнить, да, если вы смотрели мое прохождение по США за Макартура, а если не смотрели, то посмотрите Там просто безумные бафы, на самом деле, там у дивизии что-то типа больше 100 организаций и куча планирований, куча всего Безумные бафы, короче Ну, они пошли по меньшим бафам, неприятно, ну ладно, не мы туда пошли Так что наши армии готовы, буквально вот ждем веление войны И вместе с этим я так посмотрел, у нас куча уже винтовок, давайте сократим здесь некоторое производство У нас некоторых единиц прям, ну, слишком много, это, видимо, мы захватили И можно сделать будет к истребителям еще и штурмовики уже, так что давайте это тоже сделаем Ну вот, нечто такое, просто все в авиаштурмовую атаку и возможности дальность Давайте только иконочку какую-то такую поинтереснее поставим Ладно, давайте просто вот такую Она выглядит как что-то древнее, на самом деле самолет это хороший, но Как бы, какие иконки есть, такие берем И, конечно же, ресурс сейчас тоже перераспределим А вот у нас и все хорошо по ресурсам Ну что ж, начинается у нас строительная индустрия Самолеты наворачивать, и это прекрасно Давайте-ка, перемещаем авиацию уже все сюда И, наверное, можно еще Ладно, давайте не сразу, но попозже можем еще развернуть Так, здесь тоже готово КБ Соответственно, объявляем войну сюда тоже Ладно, немножко меняем, чтобы он шел прям вот так И что, мы готовы? А мы готовы просто так нажать, потому что я вижу здесь все отлично У нас будет здесь вообще нет сопротивления, так что здесь тоже все будет отлично Чего, как бы, автоплан и не нажать, я думаю, мы сможем перетерпеть А что у нас? А, у нас есть самолеты, которые не могут никакие роли выполнять Давайте их распустим, они считаются Это очень странные самолеты Подписанные Давайте их пораспускаем, потому что, ну Они только мешаться будут, на самом деле, по ощущениям Нормально, авиация, кстати говоря, вообще неплохо работает 200 истребителей, 126 этих, 28% атаки, точнее защиты им снижают Нам тут 3% дают, вообще немало, немало Так что отлично И у нас механ исследовался, значит что? Значит давайте добавим механа, может быть Мы перейдем на него, но вообще надо сначала, конечно, авиацию настроить Потом уже механ, потому что авиация так иначе нам нужна будет На механ еще надо будет производить, туда-сюда вот это все Дивизии поставить, обучить Это время Ну и просто как в масло входим, так сказать, в этих ребят Проконституционная, я думаю, пойдет Она первее, конечно, пойдет Ну и вот эти тоже Видите, зеленые у нас кружочки Потери минимальные, я бы сказал Очень маленькие потери Ну вот видите, качество нашей армии, наконец-таки, прям на отличном уровне Здесь, конечно, я вижу какие-то проблемы А ну, блин Атаковать в одиночку 4 дивизии, конечно, будут проблемы Может, атакуете вместе, да? В гении Вот и вот эти ребята капитулировали Давайте это Вот здесь вот еще территории какие-то Можно себе так будет поджать Плюс, мне, кстати говоря, кажется, что Когда будет уже вот этот ивент прокать На то, что мы там, типа, договаривались по территориям То у нас, скорее всего, они все равно перераспределятся Но пока что можно себе взять что-нибудь отжать Почему бы, как бы, ну и нет И плюс сверху можно немножко флота Задачу, так сказать Отлично У нас флот вообще, шутки шутками А наши рыбаки, которые рыбачили вот на этих лодках Теперь в нереальном ахуе У нас тут боевой флот А он еще и реально стрелять умеет И он еще в боях участвовал Жесть, вообще Они, я думаю, в нереальном ахуе Давайте, кстати говоря, все потренируются Чтобы их можно было еще и в боях реально использовать Ну, потому что Все-таки Они реально нормально должны себя показывать Но мы здесь пушим Здесь, я думаю, вот эти ребята справятся А здесь уже Мы сами будем пушить Ну и да, пока что Прям вообще Отлично проходим Думаю, мы сможем эту войну Обернуть очень быстро На пользу Маккартеру А если он подумает нам как-то отказать потом в чем-то То и Маккартера мы тоже потом обернем, так сказать А у нас одна дивизия где-то окружилась И уничтожилась Блин Неудачно получилось Может быть из-за того, что я где-то не досмотрел Во время перемирия вот этих новых границ И я так подумал На всякий случай мы тут уже еще одну резервную армию тренируем У нас снаряжение это есть Людей только не так много Но уже можно начать Почему бы и нет И у нас тут небольшая затралочка получилась Из-за того, что у нас провинция попередавалась Вот сюда у нас здесь не было прохода Поэтому сейчас остановимся Переорганизуем все кое-как Наберем заново планирование И снова начнем атаковать дальше Ну что ж, вроде как мы готовы Поэтому, да Начинаем снова И снова все зелененькое Как приятно это, конечно, видеть Несомненно Потери огромные у синдикатов То у них по людским ресурсам Заканчиваются Заряжение в теории тоже должно быть Недалеко от конца Так что Смотрим сейчас, как что будет Сфронт должен начать уже сыпаться в теории Но да Поиспособностей уже где-то не хватает Я полагаю за снаряжение, но Могут людские ресурсы не успевать поступать куда-то Посмотрим Уже мы под Чикаго Это, кстати, хорошие новости Сейчас мы его буквально возьмем Отлично Падение Чикаго Сидеральные войска В скобочках Мексиканские войска Надо понимать Кто на самом деле Герой американской гражданской войны В одиночку Победили вот этих ребят Да, которые Кстати говоря, замечу Были самыми сильными Ну, казалось, что вот эти Самые сильные Но факт оказался в том, что Самые большие вот эти До того, как мы вступили в войну Американский союз был самым большим Все-таки Он расширялся Только активно Убедили их Затем смогли разбить Тихоокеанские штаты Восстановили Западный командный центр Помогли Федеральному правительству Не распасться И сейчас еще Пришли помочь Вступить в войну Против синдикатов И конфедератов Так что Война Это может быть полностью На наших Мексиканских плечах Так что Если они Посмеют нам потом В этом договоре отказать То, я думаю Надо будет установить В Америке Своё собственное правительство Которое не будет Нам В таких вещах Отказывать Ну и вот-вот Они капнут Но это наверное Куда-то вот сюда Теперь приказ сделать Их еще здесь Как будто Станые части остались Давайте вот так Ну я думаю Да, после этого капнут Блин, ну вот Любят они атаковать Один Один в четыре Но это конечно же Атакуйте, пожалуйста Нормальными количествами Серьезно Я думаю Настала пора РСЗО в дивизии выдать Как бы у нас уже Хватает его даже Блин, дивизии Прямо смотрится Уже 250 атаки Базовый Очень солидно Я бы сказал Такой можно и реально Мир завоевать Впадение Детройта Канадские войска Говорят Да-да-да Канадские Обязательно Канадские Так или иначе Так или иначе Так или иначе Синдикаты Проваливаются Все Давайте вот сюда Сейчас еще попробуем Пробиться Но в целом Так ощущение Что уже Кап должен происходить Давайте вручную Вот здесь вот Просто нажмем На Провинцию Вот этот город И да Взяли мы Так Слушайте Слушайте Вот это Есть такой Вот вопросик Тут Так хорошо В нашей границе Ложатся вот эти Территории Американцы Вы не подумайте Вот так хорошо В границе Ложатся Да Как бы Ну очень И флот тоже Надо забрать Как бы я думаю Слушайте Тут западный регион Такой Сзади Да у нас Тут вот видите Такой Некрасивый Надо бы как-то Это вот Решить этот вопрос Да Федераты Давайте-ка Говорят Знаете В чем Прикол Мы можем Не капать Западный Командный центр Если Пойдем в войну С Стенными Штатами Америки Можем просто Вот так Сделать Ну и теперь Дело просто За ними Они должны Капнуть Канаду Наконец-таки Верим Что это Произойдет Но вообще Непонятно Как это Произойдет И нам дали Флот Господи Какой же Он поломанный Это конечно Очень неприятно Давайте Здесь поставим Вот так Вы все Ребята Треньтесь Не-не-не Вы треньтесь Но все Поломанные Корабли Пускай Чиниться Чиниться Они будут Очень долго Блин А если Флот Как говорится Достался Ну Какой есть Починим Восстановим Будет у нас Он действовать На боевых службах Кому мы хотим Кстати говоря Проспонсировать В этом конфликте Я думаю Немножко Германии Можно Давайте В виде Австрии Да Австрии Закинем Изгои капитализма Захватывают Что-то Конго Как Срединополь Греция Захватила Турцию И сейчас Против Кейс Факта Будет Воевать А Войска Если что Интернационала Входят Уже в Германию Потихоньку Вау И у Германии Начинают Заканчиваться Минпавер Да 2.5 Он заканчивается Они сейчас Будут расширять И реально Да Сдают Проинции Уже 2 Бельгия Сдана Люксембург Какой? Люксембург Тоже Сдан Если да То в комментах Напишите Но по-моему Это Не Простой Человек О Вот Соединенные Штаты Америки И объединили Территория Как я и говорил Иначе Нам бы Можно было Только Только Их схват Но теперь Придется Если что И здесь На западе Воевать Ну Посмотрим На северо Западе Здесь я не буду Воевать Точно Это все Если Америка Нас кинет На территорию Она же Нас обязательно Не кинет Верно Ребята У нас уже Демобилизация Экономики Должна происходить Слушайте Ну Вообще Возможно Возможно Должна происходить Посмотрим Как она будет Происходить В реале Или нет Как бы Да Вот эти ребята Кстати говоря Деплоицы Трениться Здесь Армия Целая Деплоица Ищем Команда Еще хорошая Вот этот Как будто Неплохой Но он Старая гвардия Блин Мне не нравятся Такие генералы Конечно же Потому что Не в этом моде Да Не в этом моде Можно их трениться Это в тотал кринже Вот этот Как будто Неплохой Да Ну да Давайте его И назначим Но осторожно Я таких люблю И здесь Бафы уже Какие-то есть Давайте тогда Вот так И Вот так Отлично Коли Объявил войну Еще и Господи Ну реально Чингисхан Слушайте Объявил войну Всю миру Только Вот вопрос А у них дивизий Хватит Есть ощущение Что нет Есть ощущение Что это Так сказать Была Ошибка Притическая Причем Ну вот и теперь Все за Маккартером Да Как он справится С Канадой Блин Мы уже по промышленности Больше чем Это Америка Да Ну опять таки Потому что мы захватили Военные заводы Американские Сейчас на них Делаем кучу самолетов Бронетранспортеров Думаю Будем делать мы Механармию И давайте-ка Здесь как-то Реорганизуемся Я бы хотел уже Нормальными Только Самолетами управлять Говорится Кроме И я Которые я производил Так что Давайте делаем Вот так и Можем их по трене У нас уже неплохое Воздушное Есть Крыло Я бы даже стал Крылья Наверное Так что Вообще отлично Пускай тренится И давайте удалим Не наше Вот это все Чтобы оно Не мешалось Мы видели только Именно Наши самолеты Наолбомберы Ладно Пускай останутся Потому что я их Скорее всего Не буду использовать Но вот это нет И кстати Наконец-таки Можно взять себе Баф на Исследование Потому что Как раз таки У нас тут Подходит Вот эта Новая Единица Брантехники Мы уже Готовы Танки Скоро будем делать В принципе Брантехни Именно Механа У нас уже Готовится Так что Реально Можем скоро Танковый Дивизит Делать Нужно будет Только танки Еще начать Производить Блин И реально Макартура Проигрывает Канаде Не Ну Канаде Я уже Гулять Войну Не буду Это уже Будет Слишком Шиза Камон Макартура Ну С Канадой Ты можешь Справиться Я тебе Просто Двух Противников Выбил Справься Хотя бы С одним Из этих Трех И нам Предлагать Мобилизовать Экономику Давайте Все таки Уже И сделаем Что Пока Что Мы Как будто Не будем Воевать Блин Можно Ступить В Антанту И Задушить Макартура До конца Так сказать Ну Не знаю Насчет Этого Сочувствия Это было бы Самым Быстрым Окончанием Гражданской Войны А мы Хотели Это Сделать Чтобы Все Фокусы Разблокировать И здесь Что-то Поделать Наверное Да Ну Как-то Хочется Что Мы Доделаем И потом Уже Станет Все Понятнее Расширяться По фокусам Красиво Потому Что Это Как бы Наши Лорные Расширения Я бы Так Сказал Скор Все Под ружье И ментал При этом Кончается Есть Так Сказать Нюансы Реально А Это Они Реально Закончились Или Что Это Такое Дроггельд Крик Нет Не Ну Подождите Канадская Американская Война Тан 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 800 Тысяч Ну Не так Много Но Видимо С другими Что Ли Это Какая То Жесть Всех Под ружье Люди Кончаются Ну Нет Я Не буду Выигрывать Эту Войну За Макартура Вон там Тан Я вступать Тоже Кстати Говоря Не буду У нас Есть Территория Которую Нам Надо Вернуть Макартур Не Выиграет Победной Лошадью Так Сказ Так Что И ставить Мы На него Уже Не будем Завою Все Что Нам Нужно Сами И Будем Уже Полагаться На договора С Мертвыми Державами Ну Ну и делаем Нечто Вот Такое Наверное Из Танков Можем Добавить Налитую Броню Она Вообще Конечно Бабнет Нас Очень Солидно Другой Вопрос Есть ли У нас На это Экономика И Вот Какой Ответ На этот Вопрос Есть ли У нас Экономика На Вот Этот Баф Нет Я Думаю Нет Ну Не Настолько Мы Сильны Мы Конечно Много Чего Здесь Повесили Нормально Делали 12 Скорости Я Думаю Это Хорошая Идея Потому Что Мы Будем Именно С Механом Мешать А Механ Третий Едет 12 МФ Сейчас Поэтому Сразу Под него И делаем Собственно Говоря Наши Танки Танки Есть Господи Как он Выглядит Смешно Жесть Давайте Сделаем Секундочку Чуть Чуть Поинтереснее И Заполняем Теперь Все Туда Даже Наверное Я Все Следующие Как бы Заводы Тоже Будут Ити Именно Туда Отлично В Мексике Скоро Будут Свои Танки Уже Есть ВВС Уже Есть Флот Танковая Армия И мы Прям Супер Сильны У нас Есть КБ Давайте Не Будем Медлить Да Что Что Его Жалеть Да Уже Ну Все Уже Все Даже Непонятно Может Из-за То Что Там Дивизия Стала Миллион Мэнповар Кончился Наверное Из-за Этого Такое Ще Небото Ему Дивизии Передалось И он От них Умер Без Возможности Их Заполнить Но Странно Очень Тем не менее Вот эти Ребята Станавливают Тренировки Приходят Наступления Здесь Мы Делаем Приказы И Сейчас Господи Новые Самолеты Нет Здесь Не тепло Здесь И Будем Их Куда-то Раскидывать Чтобы Они Давали Нам Некоторое Присутство В Воздухе Как-то Так Наверное Вообще Я честно Вижу Что Даже Не весь Фронт Заполнен Как бы Да Так Эти Ребята Сейчас Аргу Установят И Надеюсь Они Передут В наступление Как Будто Да Типа Он даже Заполнен Кто Может Сказ Окей И Много Либо Успеем Фармить Ой Слушайте Фармим Отлично Фармим Отлично 11% Мы Я думаю Сможем Забрать Немало К моменту Когда Допустим Я думаю Очень Даже Много Можно Опять Военэкономику Поставить Конечно Ставим Там Германия Замирилась С Антантой Пощением Да Ладно Они Воевали Я Что-то Пропустил Слушайте Ну Интернациал Прям Душит Но Вот Видите Италия В Интернационале И это Реально Делает Разницу Так Сказать Плюс Еще Здесь Что А Это Выстка Италии Господи Ну Как-то Казалось Не так Много Но Уже Хватает Этого Австрия Все еще Не Ступила Ну Вот Это Кстати Говоря Здесь Победили Допустим Рекспакт Так Что Не Так Что И сильно Рекспакт Как-то Где-то Проиграл А Ну Комуна Видите Еще Тоже Вступила Победив Очень Рано Думаю Основное То Что Комуна Италия Войне Именно Это И Да Здесь Много Промышленности Повлияло На То Что Рекспакт Смог Проиграть Обычно Там Сложно Проиграть Вот Обычно Дэйфайт У него Бромки Больше Майн Повара Тоже Должно Быть Хорошо А Тут Уже Что Господи Это Короче Иишки Не успевают Мобилизовать Майн Повар Поэтому Разгоняют Потому что Там уже Недавно Только Что Было Вот Вот Это Ограниченный Призыв Они Им Не хватает Майн Повара Поэтому Они Просто Разогнались Жесть Это Ненормально Походу Здесь То Самое Произошло Попадение Алжира Слушайте Так Реально Сейчас Национал Выиграет Сюда Высадился Сюда Высадился Сейчас Туда Сюда И Как бы Победит Вау И Знаете Что Я Подумал Нам Стоит Сделать Блин Распустить Флот Сколько Это Даст Нам 100 Майн Повара Это Не Так Мало На Сам Дели Это Не Так Мало Другой Вопрос Что Мы Потом Этот Флот Хрен Построим Давайте Хотя Какие-то Подлоски Точно Распустим Но Блин Нам Это Много Не Даст К сожалению Майн Повара Точнее И Самое Главное Мы Потом Не Восстановим Эти Корабли У нас Не Будет В промышленности На Станении Кораблей Так Что Не Уверен У нас Здесь Перекратилось Наступление Можно Продолжить То Что Я Батл Плановый У нас Конечно Потеря Себе Гарнизоны Вот эти Вот Сделать Максимальными И Экономить Еще И На Гарнизонах Потому Что В Гарнизонах У нас Шутка Шутка 150 Это Тоже Не Мало Надо Экономить Виде Где Можно Сэкономить Вообще Вот И Происходит Доп Мобилизация Мэн Пауэра Неприятно Конечно Я Очень Не Люблю Переходить Дальше Расширенного Призыва На Что Поделать Нужно Что-то Перепридумывать Давайте Короче Какая у нас Армия Вот эта Пограничная С Вашингтоном Вот сюда Пойдет Вся А Вот эти Ребята Уже Давайте Вы Там Это Приказ Так Точно Все Зачистим Приказы Сюда И добивайте Вот эти Уже Штаты Америки Что Что Поделать Причем Вот Так Ну Да Глядь Нормально Какие-то Перки Но Ничего Такого Особо Интересного Ладно Можно Мастер Наступления Вкачать Вот это Интересно Еще И вот Наш Войска Уже Штурмует Вашингтон Мы Как говорится Будем На перемирии Вовремя Да Уже Отличные Новости Тут Контролирует Америку США Капитулирует Сколько Мы сможем Забрать Судя По нашему Ворскору Очень Много Я бы Даже Скорее Всего Скорее Мы заберем Все Потому Что Мы Сейчас Будем За Пограничной Территорией Биться Вот Здесь Вот В целом То Есть Ощущение Что Мы Реально Заберем Все Все Вот Сейчас Сейчас Мы Берем Вот Так Меняем Тут Некоторые Регионы Но Опять Так Не Спорно Из-за Спорной Региона Надо Всегда Спорить С самого Начала И Все Вот Опять Так Тоже Не Спешим Брать Вот Никогда Не Берут Вот Да Мы Забираем Себе Всю Америку Потому Что Мы Не Можем Доверять Американцам Ребята Что Они Выполняют Свои договоры Только Если Мы Не Поставим Туда Своё Собственное Марионеточное Правительство Третья Мексиканская Империя Вот Она Контролирующая Теперь Все Соединенные Штаты Америки Мы Сначала Выступали Просто Как Сторона Которая Решила Поддержать Одну Из Сторон Но После Того Как Мы Захватили Одни Территория Другие Поняли Что Кроме Нас Никто Здесь Компетентно И Не Воюет Вы Поняли Что Именно Нам И Слеп Возволять Этот Регион Ведь Мы Самые Компетентные В нем Верно Так Что В следующей Серии Не знаю Наверное Начнутся Вот Эти Ивенты Если Они Не Начнутся Я Даже Не Знаю Что Делать Тогда Потому Что Именно Как Былор На Геймплей На Мы В принципе Добились Чего Хотели Мы Вернулись Территория Мы Стали Очень Сильными Возможно Мы Хотели Еще Вот Сюда Схавать Что Туда Это Можно Сюда Может КБ Сделать Но Посмотрим На этом Все Парень Похож Немножко На Наполеона Как Будто Ладно Так Что Ребят С вами Был Дубль Подписывайтесь Если Вы Еще Друг Не Подписывайтесь На Лайк Комментарь Твичь Дискорд Все Как Обычно До скорых Встреч Пока